Сохрани всемирное культурное и природное наследие. Новая Лаишево. Погоня за дешевыми квадратами или перспективный район. И в Т-2023. Мы тебя ждем. Всем привет! В эфире Универ-Ньюс, а в студии Камиля Глякберова. Казанский федеральный университет посетила делегация Ширатского университета Республики Иран во главе с ректором вуза Мухаммеден Муазани. Делегацию сопровождал Тимирхан Алишев, проректор по внешним связям Казанского университета. Международный форум к 50-летию Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия продолжается. Репортаж Маргариты Михайловой. В столице Татарстана продолжается международный форум к 50-летию Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия. Участие в нем принимает около 700 участников из разных стран. Накануне на открытии форума с речью выступил глава республики Рустам Миниханов. Он отметил, что у Татарстана давняя история взаимодействия с ЮНЕСКО. На сегодняшний день в список всемирного наследия включены три объекта, расположенные на территории Татарстана. Казанский Кремль, археологический комплекс города Болгар, Успенский собор на острове Свияжск. Уважаемые коллеги, сохраняя приверженность к принципу и идеалам ЮНЕСКО, мы намерены продолжить сотрудничество и взаимодействие с его консультативными органами. В 2020 году предъявили предварительный список ЮНЕСКО от Российской Федерации вкрощен новый объект – Астрономические обсерватории Казанского федерального университета. Это уникальное явление не только для Татарстана, но и для всей страны в целом. Ранее подобных самостоятельных номинаций, связанных с темой наук, в России не было. Астрономические обсерватории – совершенно новая номинация, которая представляет выдающуюся универсальную ценность, вклад отечественной российской и татарстанской науки в мировое культурное наследие. В рамках программы форума на разных площадках города Казань состоялись лекции. К примеру, в Институте международных отношений Казанского федерального университета спикеры рассказали участникам о процессе создания плана по управлению объектами всемирного наследия. Конференция построена на самом деле как классическое обучающее мероприятие, потому что доклады будут делать те люди, которые практически занимаются. А для участников нами предусмотрена деловая игра. Сегодня и завтра именно практическое применение знаний во время такой деловой игры. Несмотря на то, что основной язык конференции – русский, языковой барьер не стал преградой для участников форума. В режиме реального времени каждый мог воспользоваться синхронным переводом лекции. Хорошо то, что есть на сегодняшний день – это преемственность хорошей специалистой, но дело за молодыми, поэтому мы и об этом будем говорить. Архитекторы, историки, реставраторы, археологи и управленцы в сфере защиты культурного наследия из 15 стран прибыли на форум по разным причинам. Однако их объединила единая цель, которую они несут по жизни, несмотря ни на что. Я здесь, потому что мы должны сохранить наше наследие. Мы должны передать нашу историю и сохранить культурные памятники для наших потомков. Форум продлится до 8 декабря. За это время участники не только успеют обменяться опытом, но и смогут посетить объекты всемирного наследия, расположенные на территории республики. Маргарита Михайлова, Хафиз Гараев, Универньюс. В стенах Казанского федерального университета проводится международная конференция «Научное наследие Богородицкого» и «Современный вектор исследований Казанской лингвистической школы». Все детали далее. С 6 по 7 октября 2022 года в Казани на базе Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета была проведена международная конференция «Научное наследие Богородицкого» и «Современный вектор исследований Казанской лингвистической школы». В работе сегодняшней конференции участвуют представители порядка 20 регионов Российской Федерации и порядка 5-7 стран мира, как Узбекистан, Казахстан, Туркменистан, Азербайджан, Китай. По словам директора Института филологии и межкультурной коммуникации, международная научная конференция посвящена широкому кругу проблем, направлении современного теоретического и прикладного языка знания, у истоков которых находились представители Казанской лингвистической школы, в том числе и Богородицкий. В этом году мы данную конференцию посвящаем 165-летию со дня рождения великого ученого. Мы рассчитываем на то, что и последующие годы подобная конференция будет проходить на базе Казанского федерального университета. Напомним, что данная конференция проводится при поддержке Министерства образования и науки Республики Татарстан в рамках государственной программы сохранения, изучения и развития государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан на 2014-2022 год. Амир Ахтямов, Александр Кузнецов, Универньюс. Стартовала регистрация участников на 9-й международный форум по педагогическому образованию ИФТ-2023. Что ждет участников в 2023 году, расскажет Адалина Абдрахманова. До 9-го международного форума по педагогическому образованию ИФТ-2023 остается 6 месяцев, а подготовка к масштабному мероприятию уже идет полным ходом. 1 декабря стартовала регистрация участников форума. Организатором мероприятия является Казанский федеральный университет. В 2022 году форум стал крупнейшим научным событием в области подготовки учителей в России и собрал на своих площадках более 12 тысяч участников. Они представляли порядка трех десятков стран мира, что говорит о неослабевающем интересе российских и зарубежных ученых к тем вопросам, которые мы поднимаем. Не менее грандиозные задачи мы ставим перед собой и на будущее 2023 год, когда мы будем проводить наш форум в девятый раз. Главной темой девятого форума станет качество педагогического образования в условиях современных вызовов. Также организаторы выделили основные направления работы ИФТ-2023 – воспитание в современных социокультурных условиях, традиции, новые вызовы, ответственность, методическая подготовка учителя как фактор эффективности педагогического образования и историко-педагогическое наследие и подготовка учителя, национальные ценности, современное осмысление и лучшие практики. ИФТ – это одна из крупнейших в мире социализированных площадок по педагогическому образованию. ИФТ-2023 традиционно пройдет в гибридном формате. Для нас очень важно развивать международное сотрудничество. Поэтому в этом году мы продолжаем наше взаимодействие с коллегами из-за рубежа, в том числе и с коллегами из университетов Средней Азии. И мы будем выстраивать ряд сессий. Это и круглые столы, и мастер-классы, и заседания исследовательских групп с учеными и педагогами-практиками из Казахстана, Туркменистана и Узбекистана. В следующем году форум ИФТ-2023 пройдет с 24 по 26 мая. Напомним, что впервые такой международный форум прошел 3 июня 2015 года. В нем приняли участие 165 человек. Адалина Абдрахманова, Александр Кузнецов, Универньюз. В ближайшее время госкомпания «Связа Инвестнефтехим» совместно с партнерами застроит десятки гектаров фермы «Два». Что представляет из себя проект и целесообразна ли реализация второго лаишева, расскажем далее. С каждым годом в Казани остается все меньше незастроенных территорий. Демография растет, а качество жизни улучшается. Сейчас мы находимся на земле, где уже в ближайшем будущем расцветет новый мини-городок. Согласно генплану 2040, основная часть территории между фермой «Два», «Березовой рощей» и микрорайоном «М-14» будет застроена. Свогопная численность предполагаемого населения нового жилого массива сопоставима со всем лаишевским районом. Сейчас проект межевания территории проходит согласование, а работы завершат до конца ноября. По информации с полкома Казани, концепцию дорабатывает Институт развития города. Ключевой его целью является сохранение большинства зеленых насаждений с учетом текущей градостроительной ситуации. При этом ранее заложенные технико-экономические показатели также сохранят. По плану планируется постройка трех жилых массивов. Два из них, я бы сказал, строятся в такой более пустой от застройки территории. Это бывшая сельскохозяйственная территория. А другая территория наиболее интересна. Она находится на верхней террасе перед Нижним Кабаном, на которой исторически располагалась так называемая ферма-2. Это аграрный университет, то есть это комплекс исторических зданий. Там же также сохранился ландшафтный парк. И эта территория, конечно, заслуживает наибольшего внимания с точки зрения архитектуры. И тех объектов, которые там будут построены. Жилая застройка 13 жилых домов бизнеса и комфорт-класса на 9 тысяч жителей. Высотность от 5 до 23 этажей. В планах построить и 16-этажное общежитие для аграрного университета. Такое соседство, возможно, скажется на профиле школы. Она пока планируется с профильным аграрным уклоном. Ну и, конечно, самое слабое место для развития нового жилья близ Кабана – транспортная инфраструктура. Сейчас территорию обслуживает лишь двухполосная улица Рауиса-Гореева, прилегающая к жилой застройке и фермское шоссе. Общественный транспорт здесь входит только до конечной остановки «Фермы-2», от которой идти пешком еще около километра. Планируется ряд развязок новых улиц, которые между собой соединят эти кварталы. Сама по себе территория достаточно близка к центру города. Я думаю, она будет интересна для жителей. Считается, что это направление самое незагруженное среди всех направлений Казани. Ключевой вопрос – сколько будет стоить новое жилье в районе РКБ и на «Ферме-2». Это хоть и окраина Казани, но дешево здесь может быть только на первом этапе, пока за жилой застройкой поспеют садики, школы и дороги. Остается только ждать и наблюдать. Карина Саяхова, Александр Кузнецов, Универ-Ньюс. С 5 по 6 декабря в КСК КФУ «Уникс» в рамках региональной программы Всероссийского студенческого форума 2022 «Твой ход» прошла проектная сессия соуправления университетом. Всего в мероприятии приняло участие около 100 студентов, а также представители администрации университета, кураторов групп и преподавателей. Это такая инициатива для того, чтобы студентам предоставить право назвать те направления деятельности, в которых есть существующие студенческие сообщества, и те направления деятельности, в которых сейчас нет студенческих сообществ, и они не могут влиять на те или иные процессы. На этом все. В студии была Камиля Галякберова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok